Привет, друзья! С вами Раштанин Дзук и мы продолжаем прохождение игры Assassin's Creed 2. Итак, в прошлой серии мы разобрались с предателем, убив его. И теперь Эдсо вроде как бы собрался покинуть Флоренцию, но... Эта тут крутизанка предложила ему миссию типа по уменьшению своей известности. В общем, нужно срывать плакаты, подкупать глашатаев или убить продажного чиновника. В общем, сейчас этим мы и займемся. Так, я так полагаю, на карте это будут показаны точки. Я добавила программу, которая отслеживает уровень твоей известности. Этот индикатор поможет тебе оценить, действуешь ли ты инкогнито. Ого. Так, и... Это подскажет, когда нужно быть осторожнее. Индикатор позволит тебе узнать, является ли этот уровень известности частью воспоминаний Эдсо. В общем, нужно везде снижать свою известность. Я так понимаю, что это то же самое будет, как собирание перьев. Что это у него там торчит у этого чувака? Что он делает? Так, ну и где плакат-то? Что-то на карте из очки появились. Сейчас мы попробуем с ними взаимодействовать. Так, ну вот что-то там висит, видимо. Известность минус 25 процентов. Так. То есть, соответственно, нас разыскивать перестанут, да, постепенно? Так, вот там какой-то плакат появился. А что это за какая-то катушка нарисована? Или это Леонардо Довинь что-то, или что тут у нас? В этом месте расположен. Что-то не могу понять. Посмотреть, чтобы потом вопросов больше не возникало. Черт, на охрану нарвался. Блин! Немножко я неправильно посмотрел на радар. Как ты думаешь, зачем я убегаю? Чтоб тебя не убить, друг. Так. Все, мы скрылись. Блин, что-то не пойму, что это такое за значок? Где-то здесь распал. А! Стоп. 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 Блин, тут лесенка была. Извиняюсь. Так вот и не могу понять, что это, как туда попасть. Так, а там кто-то движется. Это, видимо, глашатая, или кто это? Так, ну-ка, надо слиться с толпой срочно. Приносите больных и раненых. Похоже, он хорошо вооружен. А, вон он идет, да, перед нами. Типок. По его убить надо, а, его надо подкупить. Да, да. Так, чиновники. А, убивать их надо. Ни хрена себе, ну, давайте. Где мы его убьем? Где народу поменьше? Вот тут куртизанки, да? А, народ, наверное, еще не сразу не поймет, что он умер, да? А мы в это время успеем смыться. Так. Уже какой-то знак появился восклицательный. Заметные или социально неприемлемые действия повышают вашу известность. Так, ладно. Ну и что, в общем, мы чувака прикончили. Сорвали портрет. Чего ты хочешь? Теперь, пожалуй, мы... А кто это сделал? А кто его убил? Какой кошмар. Какая ужасная судьба. Как мы эска и пащи. Уби. Кто это сделал? Куда ты полез-то, блин? Ну куда? Ну сползкайся, блин. А-а-а-а. Чего-то такое светилось, как будто бы наверху сейчас. Показалось. Бен торнато, Эдзо. Ты добился своего? Да. Мама? Эдзо, где ты был? Они не отпускали нас, а мама... Она не произнесла ни слова с тех пор, как мы ушли из дома. Но отец всё уладит. Где отец? Где Федерико? И Петруччо? Хм? Случилось... Несчастье. Ты о чём? Нет. Это невозможно. Клаудия. Нет, 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 нет. Я сделал всё, что мог, Петчина. Послушай, сейчас самое главное — укрыться в безопасном месте. Но если ты не будешь держать себя в руках, ничего не выйдет. Понимаешь? Очень хорошо. Ты позаботишься о матери. Тогда мы готовы. Ещё раз спасибо тебе за всё. Береги себя, Эдзо. Будь осторожен. Верю, тебе предстоит долгий путь. Арифидерчи. Выведите Марию и Клаудио из Флоренции и проведите их на виллу аудиторе в Монте-Риджоне. Поехали. Не отставай. Так, а где тут шкуртизанки-то есть рядом? Это что, охрана там стоит? А, типа с нами, с ними они нас не запаливают? Пошёл вон! Так кому сказали вообще? Поднимайте свои кружки, Повторяйте вслед за мной, Отомстит за наши беды Всем злодеям. О, траля-ля! И каждый из вас Был обидеть слабого рад. Траля-ля, но время пришло Вам вместе отправиться в ад. Отличная песня, чувак. Слушайте, люди, песню мою Про героя, что ходят между нами. Вырвет он злой, растопчет его, Попирать его будет ногам и его орудия. Их трупы будут гними. А, здание! А, мы гулять на Браде. Фу, блин. Здесь рыцарь благород. Вы издевались, что ли? И он ходит срединат, пусть он гнетает. Артисты каждый может обидеть. А, им надо деньги бросать, чтобы они отваливали от нас. Охренеть. Какие наглые типы. Так, блин, как пройти-то лучше? Там что-то стража вообще-то, ты хренища. Где-то здесь по карте, судя должен, плакаты висеть или что-то типа того. Ничего не вижу. А, он наверху. Нифига себе. Жди здесь. Ждите здесь меня. Отлично. Идем дальше. Так. Ну, куда-то сюда. Идем лучше пройти-то. А, вон туда. И чего? Теперь что-то в другом месте появился сначала. Для чего это? Я не догнал пока всей сути происходящего. Что-то охрана дохренища. На благо народ, а то чудесные подвиги он совершил от него. А, вот. Как деньги-то им дать. О, по заслугам каждый злодей получил. Что-то я не пойму, я даю им деньги или нет, чтобы они отвязались. Стражник-политик, жадный купец. Живый, чван-ливый, бедой. На благо народу чудесные подвиги он. Всем вам непременно наставим... А, ну, просит деньги. Блин. Отлично. Деньги, деньги, деньги. Деньги, деньги. Деньги? Откуда? О, да. Деньги. 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 Так, нажмите треугольник L1, чтобы он естественно врага, и затем треугольник, чтобы вы отвлекли картизанки. Так, а что им дайдут на дык, как ты? Не давай им опомниться. Мы уже вышли из территории, за территорией, видимо, города. Как же такое могло произойти? Не ведаю. Ладно, погнали. Мы вообще вернемся? Эх, знать бы. Скорее всего, нет. Ха. Ладно. За мной. А что станет нашим домом? Я не знаю. Их... Их похоронили как подобает? Да. Достойно. Ари Ведерчи. Что-то мне познавало там, приз, месяц дали. Так, и что дальше? Сюда они куда-то сразу исчезли. Теперь я их вывел, и все, да? А мне теперь по-горду еще лазить, что ли, без них. Полагаю, сейчас еще самый экшен только начнется. Какой-то большой загрузок начался, а может быть, какая-то локация другая сейчас загрузится, или что? Тоскана. 3476. Ха. То есть, в этой локации все, что ли, как бы, получается? Вернуться-то не может быть, если что? Я же там не все пособирался. Мы поближаем. Грация, Дио. Проводите Марию и Клаудио на виллу аудиторию в Монтере Джоне. Принять. Куда нам еще деваться? Так, сюда. О, а что это тут? Тут, на знак. Или это, типа, знак перехода в другую локацию? Ладно, погнали. Кто это? Там будет... А, этот, с кем дрались вначале. Как ты мог уехать из Флоренции, не попрощавшись? Этио! Чего ты хочешь, Вере? Дай-ка посчитать. Большой дворец, двух новых скакунов, красавицу-невесту. Ах, да! Ах, еще убить тебя. Твои соболезнования в связи со смертью родных. А через, сука. Тебе позаботиться. У меня такие планы на твою мать и сестру. А, вот эту, суку убить. Блин, что он там делает? Мне надоела эта игра. Прикончите его. И не щадите женщин. Вот суки. Что это за колдовство? Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Не колдовство, малыш. Талант. Ну, покажись. Как угодно. Вот, возьми это. Убейте их! Убейте всех! Что это за тип появился? Наверное, тоже контисторическая личность. Интересно, с кого он сказал убить? А, ну сейчас мы посражаемся. Да, сучка. Да, тут со шпагами-то ходит уже боевая система поинтереснее. Сзади можно резать. Благодарю. Оставь меч себе, Эльсу. Разве мы знакомы? Ты не узнаешь меня. Это же я, Марио. Дядя Марио? Давно не виделись, племянник? Ох, давно! Я слышал о скандале во Флоренции. Ужасно. Пойдем, стоит увезти вас подальше отсюда. Повезло. Что такой дядя нашелся? Монториджионе. Город Монториджионе, основанный в 13 веке правителями Сиены, имел огромное значение в защите Тоскана от агрессивных действий Флоренции. И важную роль в этом конфликте играли члены семьи Аудитори, которые стали защитниками и правителями города. Именно семья Аудитори воздвигла знаменитые стены Монториджионе, сохранившиеся до наших дней. Хотя Аудитори действовали против интересов Флоренции, они, тем не менее, сохраняли теплые отношения с семьей Медичи, в основном из-за того, что оба семейства связывали данные давние дружеские узы. Монториджионе успешно противостоял атакам со стороны Флоренции до 1554 года, когда был взят хитростью и предательством. Джиаванио Цети, командир гарнизона, открыл ворота в обмен на разрешение вернуться во Флоренцию, из которой он был когда-то изгнан. Удивительно, но Аудитория сохранили власть над городом даже после того, как он отошел к Флоренции. Это доказывает, что Медичи не забывали своих друзей. Интересные исторические факты. Посмотрите виллу Аудитори вместе с Марио. Рассказывай мне все. Отца казнили за предательство. Так. Марио Аудитори. Год рождения 1434. Кондотьер дворянин. Марио Аудитори был одним из нескольких кондотьеров, патрулирующих территорию Тосканы. Он сыграл важную роль во время битвы при Ангиаре. Марио сообщил Микелета от Тендала, что над дорогой появились клубы пыли. Это означало приближение войска миланцев. Благодаря этому флорентийцы успели остановить и разгромить врага. Хотя в битве при Ангиаре Марио был на стороне Флоренции, но большую часть жизни он защищал родной Монториджионе от нападения флорентийских войск. Когда в 1454 году Джованни, младший брат Марио, перебрался во Флоренцию, чтобы стать банкиром, Марио остался на своей вилле в Монториджионе. В письме, адресованном Джованни, он заметил, что предпочитает драться как мужчина, а не возиться с банковскими книгами. Федерико и Петруччо тоже. Потом они пришли за мной. Ты знаешь, почему? Нет, дядя, у меня есть только список имён. Он был у человека, который хотел моей смерти. Не могу поверить, что их нет. Не волнуйся, мы во всём разберёмся. Мне бы твою уверенность. Не отставай. Давай, мы уже почти пришли. Уверен, тебе понравится в Монториджионе. Я думал, что Монториджионе враждуют с Флоренцией. Сейчас да. Через год они будут союзниками, через два снова врагами и так раз за разом. Я бросил все попытки их понять. Здесь живут честные, работящие люди. В наших лавках только простые товары, зато они добротные и надёжные. Церковь здесь тоже есть. Про это вроде бы неплохой человек, но я не часто хожу к Мессе. Ты знаешь, что вилла-аудитория была построена почти 200 лет назад. Её построил мой прадед. Он был странным человеком и многое скрывал. Посматривай по сторонам. Может быть, тебе доведётся раскрыть пару его секретов. Из-за всех этих междоусобиц она немного обветшала. Всё думаю, что давно пора привести её в порядок, но на ремонт вечно не хватает ни времени, ни денег. Что ж, такова жизнь, верно? Блин, не успел прочитать правилу, ну ладно. Мы пришли. Каза, только каза. Ну, что скажешь? Должен признать, впечатляет. Думаю, она видала и лучшие дни. Поверь, я бы вернул старушке прежний блеск. Будь на то время. Так, осмотр мы закончили. Теперь нужно подобрать тебе снаряжение. Мои люди на рынке ждут тебя. Иди туда и возвращайся, как закончишь. Тогда и приступим. Приступим? К чему? Разве ты приехал не подучиться? Нет, дядя. Я просто сбежал из Флоренции. Но я собираюсь увезти семью ещё дальше. А как же твой отец? Он бы хотел, чтобы ты довершил начатое. Начатое? Отец был банкиром. Постой. Он ничего не сказал? Я понятия не имею, о чём ты. Макеми комбини, Джованни. Чего бы начать? Сходи на рынок за снаряжением. А у меня будет время подумать. Но? Безо всяких но. Поговорим позже. Вот тебе немного денег на расходы. А если захочешь отдохнуть, в твоём распоряжении комната на верхнем этаже виллы. Опа, и персонажи испарились. Так, надо срочно слазать на виллу. Синхронизироваться. Нет, тут удобнее-то это сделать. Так, а чё он не хочет цепляться-то? Ну, а чё ты... Ну, цепляйся, ёпта. Так, в принципе, тут не очень высоко-то. Такой городок-то не очень большой. Опа! Везде сено стоит, отлично. Так, ну всё, можно пилить. Так, а чё там на карте такой светится? Я не понял. Ладно, потом разберёмся. Нам нужно идти на рынок. Шопинг, так сказать. Тут, по идее, нас даже никто не должен искать. Купите, чё там, кинжал? Или чё для него? Так, ремонт не нужен. Доспехи. Короткое оружие. Короткое оружие. Выбрать кинжал, купить этот предмет. Ну, давайте купим. Так, и чё с ним можно чё-то сделать? Нет, видимо, ничего. Доспехи. Кужиные наголенники. Так, а чё тут ещё что-то можно в коротком оружии эти, кроме кинжала? Да нет, он ничего больше нет. Ремонт не нужен, но всё. Уверен, вам понравятся мои товары. Нажмите R2, чтобы открыть селектор оружия. Выберите кинжал. Так. Это он. Теперь врача опять. Блин, ну а чё, это обязательно, что ли? Я не пойму. И так можно было по ходу игры разобраться. Так, ну и... Всё, можно возвращаться, что ли? Я обслуживал герцогов, принцев, королей. Сюда заходит только знак. Ну всё, сейчас он нам расскажет тайну про отца, который чем-то, видимо, занимался. Интересно. Так. Не волнуйся. Надолго мы здесь не задержимся. Я скучаю по нашему дворцу. Я знаю. Называется. Стоял напряжённый и резко расслабился. Так. Ну дальше ищем этого дядю, наверное. Так, только где он? Здесь или на втором этаже там где-нибудь? Тут вот можно во дворик выйти. Так, стоп. Что тут? А вот он. Салюта, дядя. Я сделал, как ты сказал. Быстро обернулся, Бенфатто. Теперь я научу тебя драться. Нет. Я же сказал. Мы уезжаем. Этсио, ты едва справился с Вери. В дороге ты недели не продержишься. Если хочешь уехать, пожалуйста. Но я хочу, чтобы ты уехал готовым к драке и способным постоять за себя. Сделай это хотя бы ради матери и сестры. Ладно. Оттимо. Ну давайте учиться. Раз мы ничего не умеем. Да, махать мечом ты умеешь. Но с наскока бой не выиграть. Нужно еще прожить до поры, когда выпадет шанс атаковать. Я научу тебя уходить от ударов. Ты сказал, что мой отец не заурядный банкир? Полагаю, что утаивать нет смысла. Этсио, твой отец был ассасином. Говорю тебе, он имел дело только с бумагами. Нет. Его вырастили убийцей. Элли, я показал тебе, как избегать атак противника. Теперь я научу тебя, как обращать их себе на пользу. Контратаки будем делать. Вся эта история про тамплиеров и ассасинов похожа на сказку. Записанную загадочными символами на старом листе перцарента. Откуда ты знаешь? У тебя отцовский клинок. Я подумал, что он отдал тебе и страницу из кодекса. Близ кодекса? Сей. В нем рассказывается об истоках нашего ордена, его устройствах, решения и методах. Это наш символ веры, если угодно. Твой отец полагал, что в кодексе сокрыта великая тайна, способная изменить мир. Да и может поэтому тамплиеры и убыльника. Да что ж ты, блин, я же нажимаю орден-то. Кодекс. В этом не легко разобраться. Нет, все, сними шор и открой глаза. Не забывай, ничто не истинное. Все возможно. Ну блин, ну я нажимаю. Ух ты, блин. Ну что ты делаешь? Ну что ты ничего не делаешь-то? Вот нажимаю орден-то, вроде бы. Блин, урод. Кстати, вот когда я удерживаю орден, он у меня не бьет. Вот сейчас, что что-то получилось. У меня бьет ответ, когда я R1 отпускаю. А тут написано держать R1. Я хрену просыж, блин. Ну не знаю. О, что-то получилось, типа, да. Постоянно нужно R1 держать и квадратик долбить. Так, навелись на цель. Обычно ими убивают людей, да? Покончим с этим. А что это дает, это дразнение лагеря? Дальше успехи, Этсо. Сегодня я научу тебя выбирать позицию во время боя. Иногда то, где ты стоишь и как двигаешься, решает все. Я заметил, как ты роешься в моей библиотеке. Ну что, теперь ты мне веришь? Да. Мой отец был ассасином. Но к чему такая таинственность? Ты слышал про тамплиеров? Это рыцарский орден времен крестовых походов. Блин. Хрониках сказано, что этот орден распустили во Франции почти 200 лет назад. Но это не так. Тамплиеры просто ушли в подполье. И там продолжают творить свои черные дела. Теперь он учился уходить от врага. Отключать, короче, наведение, по сути, получается. И убегать. Так, а что сейчас? Просто завалить его надо, чтобы. Ну, давай, чувак. Ну, вот что опять контратакт не делает он мне. Короче, просто держим один тип этот же блок, да, получается. И перед ударом самого противника я нажимаю контратаковать. Все, теперь я заперну. Не просто, как мы отразили удара, а именно вот вместо отражения удара. Тогда, в принципе, все просто получается. Отлично, племянник. Теперь ты сможешь постоять за себя. Спасибо, дядя. За все, что ты мне дал. Это мой долг. Ведь мы же одна семья. Я рад, что задержался. Отлично. Ты передумал. Через три дня мы отплываем в Испанию. Но, племянник, я учил тебя всему этому, чтобы ты смог победить наших врагов. И я смогу, если они нас отыщут. Ты хочешь сбежать отцу? Отречься от всего, за что боролся и погиб твой отец? От своего наследия? Дядя, хорошо. Как мы будем? Арри ведерчи и буана фортуна. Дядя, постой. Чем он так расстроен? А как ты думаешь? Вьерри досаждает нам со времен твоего приезда. Ну, этого следовало ожидать. Учитывая происхождение. Пойдемте поговорим еще раз с дядей. С обиженным дядей. Дядя! А где же все? Уехали в Сан-Джиминьяно, чтобы убить зменю. Вьерри. Так. Вьерри Пация. Младший сын второй по значимости семьи флорентийских банкиров. Этот парень знал, как сорить отцовскими денежками. Помимо того, что он тратил огромные суммы на оружие, одежду и экзотических животных, Вьерри обожал соревнования, скачки, бег, гребля. Ради победы он был готов на все. А если по какой-то непостижимой случайности он проигрывал, то приглашал победителей всю его семью к себе в гости. И угощал таким обедом, за который жизни не жалко. Вот такой вот гад. Я поеду за ними. Все, что тебе нужно в конюшне. Опа, конюшня тут еще есть, значит. Я что-то узнал, что по-моему, будки и скачки на лошадях. Такое должно было быть, так как, конечно, дело вроде. На другом этаже ниже, что ли, или где? Идея. Мы вроде на первом этаже находимся. Так, 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 так. Вот сено, где здесь зажат конюшня. Это что такое? Марса Венера. Бог силы и ярости наслаждается красотой своей возлюбленной. Нежным прикосновением она рассеивает его гнев. А, сюда нужно тут ветки, ярости какие-то найти и поставить. Понятно. Так, а что с конюшней-то? Я что-то так и не понял. Где-то здесь, короче, вот что-то заколоченное. Не может же быть, она выше находиться. Странно как-то. Странновато. Или, значит, тут с кем-то поговорить сначала нужно. Блин, ну не понимаю, я вот здесь где-то нахожусь. Что за фигня? Или где-то комната наверху, значит, должна быть, да? Ну ладно, сейчас вот здесь наверх сходим и попробуем найти комнату. Да, видимо, это она. Этсо посмотрел на неё. Я не могу её разговорить. Она все дни и ночи проводит, глядя на перья, которые собрал Петруччо. Она не может забыть о нём. Я не знаю, что делать. Не волнуйся, ей станет лучше. Я уверен. Так, вот для чего перья, да, мы собираем. Собрано два из сотни перьев, охренеть. Что ж так хреново-то? Тут что у нас такое? Ну всё, появилось другое место на карте. Значит, наверное, конюшень где-то там будет. Так, и тут что, может тренировку повторить? Друзья, заходите ко мне. У меня лучшее снаряжение во всём квартале. Чёрт это. Куда-то вообще наружу идёт. Может, всё-таки я что-то должен был сначала где-то коня на этом наторе. Должны же были на карте показать. Что-то вообще где-то там за пределами города похода. Точка. Так, это мы уже читали. Почему нам высветилось? Так, а вот лошади. Как сесть-то? А там что-то же было написано. Нажмите квадрат. Всё, погнали. А-а-а-а. Ну, всё, какая-то медлительная. Наверное, как-то можно её, да? Голуб. Да, как-то дешево всё это выглядит, если честно. После Родет Редемшена. Тоскана-Сан-Джименьяна отправится в Тоскану-Сан-Джименьяна. Да, отправляемся. Нас же там ждёт что-то. В общем, тут по локации можно обратно возвращаться. И всё там дособирать. Сейчас опять будет прогрузка территории. Ну, смотри-ка, не было. В виде прогрузки показывают какие-то новые территории. О-о-о. О-о-о. Так, где тут лучше проскакать-то? Так, а нам туда и надо, да? Опа, стоп, стоп, стоп. Так, спешится. По-хорошему тут надо всё обыскивать. Каждый уголок. Все секреты собирать. Аспет, аспет. Аспетто. О-о-о, аспетто. Эдсио, что ты здесь делаешь? Учусь ответственности. Вьере досаждает тебя из-за меня. Хе-хе, Вьере досаждает нам, потому что он тамплиер, а мы ассасины. Пусть так, но я хочу помочь. Ва-бене, тогда слушай. Сначала нам нужно попасть в город, но, похоже, Вьере нас поджидает. Он запер ворота и поставил к ним своих людей. Счастье для нас, людей у него не так много, и южные ворота плохо охраняются. Туда и нанесём удар. Пронти? Ну, давайте. Нужно что-то совершить полезное в этой серии. Так, а чё, мы, наверное, на лошадь не можем туда дойти. Аспект, аспект. Эй. Чё, лошадь не идёт. Ага, метательные ножи. Это уже прикольно. Так, метательные ножи. Вот они. Так. Так, или один. Квадрат, чтобы бросить нож. Готов, сучка. А я правильно делаю, что я сейчас труп обыскиваю? Там уже во всём, походу, сражаются. Что ты здесь делаешь? Да, тебе, блин. Что больше не задавал, только вопросов. Так, ещё один остался. Так, а чё-то у него досюда не попасть ножом. Не долетит, да, видимо? Ой, блин. Постоян текстуру лизать, я не знаю. У меня такие проблемы, или у всех? Опа. Тихо. Сейчас, всё окей будет, ребята. Да. Так, тут чё, открыто ворота надо? Хорошо, Этсо, мы внутри. Сюда, парни. Сейчас, сейчас, я деньжатами тут немножечко. А ещё и ножки можно пробрать. Не дай им поднять тревогу. Тогда у меня будет время на то, чтобы найти и заткнуть рот в Ере. Во-бене. Постой, племянник. Возьми с собой моих людей. На всякий случай. Когда разберёшься с ними, возвращайся ко мне. Убейте стражников. Так, чё-то... Чё-то тупо бежал на них, убивал ещё. Ну, я подам знак ещё раз, идите за мной. Никто не знает. Но что-то его напугало. Иначе как объяснить все эти патрули? Так, надо достать бы шпагу. Я отрублю тебе полу. А такое? Иди сюда! Да, сука! Ну, кто ещё? Много там честерлингов-то осталось. Блин, камера! Неплохо. Остынь, друг. Ну, с этим-то вы справитесь, я думаю. Отличная работа! С этим отребьем покончим! Шахты мои цены рухнули! Скидки, скидки, скидки всем! Недавно мне повезло, и я нашёл... За мной, чуваки! Жди! А, нет! Могу продавать товары ещё дешевле! Полагаю, тут, наверное, будет немало стражников-то на самом деле, да? Там орёл наверху. Я не могу. О, блин, сколько забил. Ладно, сейчас не будем этим заниматься. Выполнилось со мной миссию. Давай, сука, ударь меня! О, черный, сзади ударил, гад! Что-то много стражников-то. Какие-то уже боли навороченные. Идём дальше, ребята. Там ещё где-то стражник. Отрешная работа! С этим отребьем покончено! Так, надо подлечиться. Так. Так, хорошо. Кто у нас здесь? Эть, чё? На твоего дядю напали! Ему нужна помощь! Иди к нему! Ну вот, уже на дядю напали. Бегом, чуваки! Чё-то тут вообще до хера народу. А, племянник, вот и ты. Похоже, что возникло неожиданное осложнение. Люди в мире напали на нас... Её режут, пока не нас видят. Теперь нам придётся разбираться с ними. Поэтому я хочу, чтобы ты пошёл дальше и нашёл ей. Найти эту змею! Покарай его! Щас! Так, значит, кто-то без нас разберутся, да, получается? Чё? Надо отсюда выбраться! Так, как, блин, отключить-то эту хрень я забыл. Где-то опять висит объявление. Чёрт! Да ты, чувак, напёрто. Ну, давай, иди сюда. Come on, come on! Мазэфака! Так, ты чё-то мне не нравишься совсем. Мочите его, мочите этого чувака. Он мне не нравится. Так, а мне нужно убить того чела. Так. Ну, вот здесь мы... Залезай на лесенку, чувак. Быстрее, быстрее, быстрее! Так. Блин, чё-то кругом эти текстуры. Реально раздражают. Тихо, тихо. О! Сундучочек. Опять жизнями проблема. Так, стоп, где-то здесь. Ага. Сверху будем убивать, что ли? Итак, слушайте. В Йере ты остаёшься здесь и командуешь Мерченари. Франческо собирает наших людей в городе и сообщит, когда придёт пора удара. Йокопо, твоя задача успокоить горожан, когда всё закончится. А этот у браконы Марио? Он продолжает досаждать. Боюсь, он разгадает наши планы. От него одни неприятности. Как и от его брата, ублюдка. Отец позволит отправить его к братцу. Когда закончим, у нас ещё будет время, чтобы разобраться с этим рефьюти. Так. Ещё вопросы есть? Небен. Да направит тебя отец понимания. Да направит тебя отец понимания. Команданте! Команданте! Что? Марио Аудитори пробрался в город. Он ищет вас. Так не заставим его ждать. Так, пошло Мочилово. Где-то тип-то. Нужно пробраться и убить. Так, идём. Так, сейчас надо этих лучников-то завалить. Блин, как там выбрать эту хрень? Метательную. Что это такое? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Тихо! А вон он с топором, что ли? Где он? Эй-эй-эй, блин, чего он меня не берёт этот? Ну, но что случилось? О! На, сучка! Ух ты, сука! Отпусти! Да, эти тварь! Так, делал с заворотами, что ли, не пойму. Что, я его не вижу. Вдом делся. Цель показана вроде. Надо обидеть этих всех стражников. Ой, куда я его схватил-то, блин, нахер. Я не такой, как если я не живу! Стоять, сука! Так, ну и... Блин, здесь красная точка. На карте их... Где он? Дядя, подскажи! Вперёд! На башне, что ли, сидит-то? Вот ты где! Блин, ну что я творю-то? Ты что, ты самлю-то достань, ублюдок! Ну что, ждёте, пока я всех убью? Молодец, дождался! Давай, давай, нападай! Сынок! Что вы задумали? Вы и ваши прихвостни! Мой отец об этом узнал? За это вы его убили! Прости, но ты и правда ждёшь моей исповеди? Пеццо де мерде! Кусок дерьма! Чтобы ты ещё помучался! По делам тебе досталось! Да чтоб тебя! Довольно, Этсо! Прояви уважение! Уважение? После всего, что было? Ты думаешь, он бы проявил снисхождение к нам? Ты не вери. Не будь ему подобным. Пусть смерть поможет тебе обрести покой. Покойся с миром. Возьми это. Прочти, когда будет время. Дело сделано. Пора, возвращаемся на виллу. Неотвратимость наказания. Так, чё там у нас за письмецо-то? Мессер Франческо. Я поговорил с вашим сыном. Я согласен с вашей оценкой, но лишь отчасти. Да, Верий дерзок и склонен к необдуманным поступкам. Кроме того, он имеет привычку обращаться с наёмниками, как с игрушками. По моим сведениям, из-за этого были искалечены по меньшей мере три человека. Но я не считаю, что он, как вы выразились, окончательно испорчен. Более того, я полагаю, что его легко исправить. Он часто говорит о вас и жаждет вашего одобрения. Его выходки лишь вследствие его неуверенности в себе. Я полагаю, что этими своими поступками он хочет добиться внимания. Ему нужна ваша любовь. Распоряжайтесь этими сведениями как вам будет угодно. Однако, я прошу позволения прекратить эту переписку. Если он узнает о содержании наших бесед, моя жизнь будет в опасности. Искренне ваш, фра Джоконда. Джоконда. Так, ну что, теперь вернуться нужно обратно. Или нас перенесут сами. Что такое? Да, видимо, сами загрузят нас куда надо, чтобы мы с дыря не бегали туда-сюда. это походка называется как штаны навалил. так, ну все. Так, ну все. Осталась, видимо, серьезная какая-то беседа после этого. Вот он, наш компион Этсио. Да здравствует Этсио. Я вижу, вы не теряли времени и стали праздновать. Почему бы и нет? Ты оказал нам большую услугу, малыш. Ере мертв, и теперь в Ла Тоскана вновь будет мир. Знаешь, что это значит? Баста лавараре. Сипаса тутто и джерно оберет. Эпутаны. А что, правда? Этсио, давай пройдемся. Да, дядя. Так, друзья. Ну на этом данная серия завершается. Пройдутся они у нас в следующей серии. А в этом времени оставляйте ваши комментарии, подкрепляйте лайки, если это прохождение вам нравится. С вами был Раш на линзуко. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова